Психиатр-нарколог Санал Дурманов живёт и работает в Губкинском с 2019 года. Родился и вырос в Салихарде. Образование получил в Тюменском медицинском университете. Ещё в годы студенчества у него возникло желание помогать людям избавляться от зависимостей и душевных расстройств. Когда удаётся добиться редукции этого расстройства, восстановления социального функционирования, трудовой адаптации, мне кажется, это даёт какую-то эмоциональную отдачу и удовлетворение, потому что человек возвращается к нормальному образу жизни, к нормальному эмоциональному реагированию. После работы Санал Дурманов спешит в новый дом в 9-м микрорайоне. Сюда молодой врач переехал буквально пару недель назад. Квартиру получил по программе обеспечения медработников первичного звена служебным жильём. Новым домом доволен, мерой поддержки тоже. Раньше мне компенсировали аренду жилья ежемесячно, то есть это было арендное жилье. Ну понятно, что служебное постоянное, оно удобнее, чем арендованное. Естественно, это хорошо и только поспособствует привлечению каких-то молодых специалистов, потому что когда ты приезжаешь и не имеешь постоянного жилья, то это усложняет процесс адаптации, является минусом в пользу выбора переезда в определенный город или округ. Его соседка и коллега Анжела Кассеинова. Она работает неврологом в детской больнице. Наш город Анжела Катаповна переехала из Новосибирской области. Она из династии докторов. В её роду есть педиатры, анестезиолог, реаниматологи. Этим летом произошло приятное событие – новоселье. Месяц назад, получается, я и моя семья получили ключи от служебной квартиры, предоставили квартиру в новом доме благоустроенном, где есть все условия для проживания, к чему мы очень рады. Ну так вот, думаю, если такая же поддержка в дальнейшем будет для наших коллег, будут решаться вопросы с нехваткой кадров. Ямалу нужны врачи. Чтобы их привлечь, ежегодно принимаются дополнительные меры поддержки. По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, медики с первого дня работы в округе стали получать максимальную северную надбавку – 80%. Также по решению главы региона введена выплата в размере 40% от стоимости приобретаемого жилья. Второй вариант для медиков – решить жилищный вопрос – служебная квартира. В этом году в Губкинском приобретено 4 квартиры в новостройке в 9-м микрорайоне. Со временем жилья будет еще больше. В первом доме 9-го микрорайона – 11 квартир, город передаст медикам. Сдача нового дома ожидается в следующем году. Валерий Усманов, Олег Короткевич. Новости Губкинского. Новости Губкинского.